Кировская область Александр Михеев Сегодня мало кто вспомнит это имя, но когда-то эта фамилия не сходила с телеэкранов и информационных лент. Это было шокирующее дело о безжалостных рабовладельцах. А это мама одной из узниц подземелья. Сегодня единственная отрада для убитой горем женщины – внучка. Два года я даже не спала. Ну а что же случилось с бывшими рабынями? Тебе совсем плохо, да? Тяжело это все вспоминать? Какую роль сыграл в жизни рабынь Иосиф Кобзон? И как сложились судьбы других участников этой невероятной истории? В которой было все – кровь, боль, слезы и осиновый кол в могилу скромного портного. Впрочем, обо всем по порядку. Я – журналист Игорь Вознесенский. Один из тех, кто 20 лет назад вместе с Дэвидом Гамбургом создавал проект «Криминальная Россия». Но сегодня пришло время рассказать о том, что осталось за кадром. И на многие уголовные тайны взглянуть по-новому. Тогда, в середине 90-х, наша съемочная группа выехала в небольшой городок, где происходили страшные и необъяснимые события. В сугробах стали находить полураздетых мертвых людей. Кто-то расправился над несчастными? Или они погибли от холода? В начале нашей истории не было ответа даже на этот простой вопрос. 95-й год. Кировская область. Город Вятские Поляны. В этот год осень выдалась неожиданно холодной. В конце октября почти зима. Водитель стареньких «Жигулей» не имел денег на новую резину. Но решил поехать по-русски на авось. Однако на одном из поворотов руль буквально вырвало из рук. Машину занесло в кювет. Пенсионер отправился в ближайший лесок собрать веток. Когда он потянул за корягу, то невольно отпрянул. На поверхности показалась человеческая рука. Эксперты-криминалисты тщательно осмотрели труп. Но почему замерзший человек был почти голым? Оказывается, этому есть научное объяснение. Тогда никто не догадывался. Это была совсем не случайная смерть. Погибшего приговорили. И не в лесу, а глубоко под землей. Там, где не было случайных свидетелей. Хозяин вернулся с поверхности в свое логово. Он был очень доволен. Рабыням в цепях с гордостью сообщил. «Я убил его. И никто ничего не заподозрил. А если кто-то из вас хотя бы пикнет, окажетесь голыми. Там, снаружи, на морозе». За спиной хозяина кто-то поддакнул. «Правильно, так и надо. Порядок нужен во всем». Прошло три месяца. Как вдруг на окраине Вятских полян снова появился голый мертвец. И опять, несмотря на мороз, куртка и свитер лежали в нескольких метрах от замерзшего. Однако на этот раз выяснилось, причина смерти – убийство электрическим током. Кто-то в прямом смысле казнил несчастного. А вскоре еще один труп. На этот раз женщина. В ее желудке была обнаружена тормозная жидкость. Теперь даже скептики поняли. В тихом городке происходит серия загадочных убийств. И убийство напоминает не что иное, как казнь. Как такое возможно в обыкновенной глубинке? Село Вятские поляны известно с 1596 года. Тогда оно принадлежало Вятскому Успенскому монастырю. Во время войны здесь появляется первая фабрика. Вятские поляны получают статус города. В середине 90-х население составило 43 тысячи человек. Так что же, в Вятских полянах появился душегуб, который убивает ради развлечения? Что за странные пытки электротоком? Хозяин спустился в подземелье. Рабыни заблаговременно надели на себя ошейники и послушно сидели на цепях. Ну что, опять бунтовали? Сколько еще я должен убивать, чтобы вы присмирели окончательно? Прощаю в последний раз. По случаю праздника. Жрите свой перо. Мужчина поставил перед невольниками ведро с картофельными очистками. Человек за спиной, извиняющимся тоном, сказал. Да, праздник все-таки. Я тут приготовил открыточку. Весна и лето в Вятских полянах прошли спокойно. Маленький городок уже начал забывать о страшных находках. Расследование убийств не продвинулось ни на шаг. Следователи готовились переводить дела в разряд нераскрытых и сдавать в архив. Вероятно, убийцами были какие-то гастролеры. Слава богу, уехали. Но потом снова наступила зима. 96-й год. Кировская область. Город Вятские поляны. К дежурной части подъехали чем-то очень взволнованные рыбаки. Они увидели странную картину. На пригорке, под деревом, в снегу, сидел кто-то голый. На южной окраине города, где мы сейчас находимся, сидит какой-то паренек. Уланов Сергей Николаевич. В середине 90-х годов помощник оперативного дежурного РОВД города Вятские поляны. На место очередного происшествия немедленно выезжает патрульный экипаж. Это было невероятно. В указанном месте милиционеры действительно обнаружили голого и очень исхудавшего человека. А когда патрульные приблизились к загадочной фигуре, то выяснилось, это мертвая женщина. Четыре голых мертвеца за полтора года. Да что в самом деле происходит в городе? Примерно эти деревья, конечно, были пониже в то время. И вот так она прямо прислоненная примерно к дереву, так вот сидела наклонилась. Вот заключение эксперта-криминалиста. На теле погибшей следы побоев. Судя по состоянию кожи, потерпевшая долго не выходила на свежий воздух. В желудке обнаружена тормозная жидкость. Опять тормозуха. Вятские поляны загудели, значит убийцы вновь вернулись в тихий городок. И тут появилась первая реальная зацепка. В милицию обратилась Валентина Кузикова. Ее дочь, Танечка, пропала при весьма загадочных обстоятельствах. Ушла в магазин и не вернулась. Как сквозь землю провалилась. Розыск подала фотографии, принесла ее. Нет и нет, где человек. Валентина Кузикова, мать пропавшей без вести. Несчастная женщина не находила себе места. Шестым чувством мать поняла. Таня оказалась в руках тех самых таинственных убийц, которые наводят страх на Вятские поляны уже два года. Два года я даже не спала. На постели. У меня подушка была на кухне, на подоконнике. Вот там лежала. Увы, Валентина оказалась права. Ее дочь действительно находилась в лапах маньяка. В небольшом городке Вятские поляны находят голого человека в сугробе. Сначала предполагалось, бывший уголовник просто замерз. Однако вскоре были найдены еще три мертвых тела. Один из погибших скончался от мощных ударов электрического тока. А двух женщин отравили тормозной жидкостью. Стало очевидно. В городе действует серийный убийца. Расследование череды загадочных смертей топталось на месте. Как вдруг в отделении милиции обратилась некая Ирина Ганюшкина. Ирина умоляла, помогите, нужно спасти людей. Вот уже два года под землей удерживают несколько женщин. Они – рабыни. Я в этом не поверил, потому что я не мог даже предположить, что женщины могут находиться без свежего воздуха, без других каких-то обиходов женских. Такое длительное время. Помыткин Михаил Григорьевич. В середине 90-х годов начальник РОБД города Вятские Поляны. Полковник милиции. Ирину еще раз попросили назвать фамилию владельца гаража. Александр Комин. Вот краткое досье на этого человека. Комин Александр Николаевич. 44 года, уроженец Вятских Полян. В 18 лет был осужден за хулиганство. После освобождения окончил техникум по специальности портной. Девушка предупредила. Гараж, под которым находится тайный бункер, скорее всего, заминирован. А лестница, ведущая в подземелье, находится под напряжением. Дело принимало неожиданный поворот. Оперативно-следственная группа немедленно выезжает на окраину Вятских Полян. Кооператив с таким безмятежным названием «Идеал». Мы находимся в гаражном кооперативе. Гараж номер 198, города Вятские Поляны, где находился тот самый бункер, то самое логово. Все осталось в том же виде, как и было. Манилов Олег Евгеньевич. В середине 90-х годов старший прокурор-криминалист прокуратуры Кировской области. Прежде всего требовалось задержать Александра Комина. Со слов Ганюшкиной, он приходит в свой гараж ежедневно. Оперативники рассредоточились вдоль проулка. Кто-то нашел неприметное укрытие, кто-то изображал случайного прохожего. Шло время. Тишина. Наконец, по рации сообщили. Человек, похожий на Комина, зашел на территорию «Идеала». Комин появился снизу, шел из Вятских Полян с большим баулом в сторону своего гаража. Рупасов Александр Васильевич. В середине 90-х годов сотрудник уголовного розыска РУВД города Вятские Поляны. Со слов Ирины сыщики знали, Комин не расстается с острым шилом. При необходимости без колебания пустят его в ход. Чтобы его задержать, нужно было как-то завязать разговор. Ну, прикинулись хулиганами, попросили закурить. Человек, он не курящий, не пьющий. Комин вступил в перепалку с якобы подвыпившими хулиганами. Так оперативники достигли своей цели. Вышли на прямой физический контакт с подозреваемым. В его сумке оказалось четыре буханки хлеба и какие-то рулоны с тканями. Странный набор. Но об этом чуть позже. В тот момент всем нам и сотрудникам уголовного розыска и съемочной группе казалось, вот это да, лихо скрутили мерзавцы. Мы не догадывались, что захват Комина с его шилом абсолютная ерунда по сравнению с тем, что предстояло сделать в следующие минуты. Эти мгновения, наверное, останутся в памяти на всю жизнь. Кто? Кто рискнет войти в заминированное помещение, где один неверный шаг – смерть? В маленьком городке не было минюра. Времени ждать, когда привезут специалиста из Кирова, день или два, тоже не было. Короткое совещание закончилось. Решили спускаться. Тем временем у владельца гаража изъяли связку ключей. Он добровольно показал, где отключить электричество. Раскаялся? Решил помочь сыщикам? Сегодня уже можно говорить, как удалось сломить Комина. Начальник милиции произнес ему на ухо всего пять слов. Зато каких? Если с нашими сотрудниками что-то случится, то ты за это все ответишь. Может быть, сказал не в такой форме, а ну, вы понимаете, как я мог сказать. Комин понял, суда он может и не дождаться. Пристрелят при попытке к бегству. Это были жесткие методы. Но, увы, иного в той ситуации быть не могло. Начальнику РОВД предстояло сделать непростой выбор. Кто из сотрудников пойдет дальше, внутрь. Туда, где взрывное устройство. Я выбрал ребят, которые постарше, потому что у которых, в принципе-то, уже были жены или прожили какое-то время, чтобы, если что случится, то не травмировать молодых ребят. Два милиционера, которым было под сорок, осмотрели надземную часть гаража. Ничего подозрительного. А потом обнаружили тайный лаз. Вниз, метров на десять, куда-то вела железная лестница. Посветили фонариком. Ну и нарочито выставлены вот эти, скажем так, бока газовых баллонов. Они о многом говорили. Достаточно так нарочито выведены провода. А вдруг существует автономный источник питания, о котором владелец подземелья Комин решил не упоминать. И что тогда? Неминуемая гибель? Милиционеры спустились по отвесной лестнице и увидели небольшой коридорчик. Он упирался в массивную железную дверь. Запоры, как на подводной лодке. Когда рычаги повернули, из подземелья вышли две очень бледные женщины. Татьяна Мельникова и Татьяна Козикова. И что бросило в глаза? Что у каждой, у обоих на лбу было большими буквами в татуировке рам. Врачи скорой помощи наложили узницам на глаза повязки. Ведь они могли ослепнуть от солнечного света. А потом отвезли в больницу. Ирина Ганюшкина тем временем сообщила. У Комина есть сообщник. Некто Александр Михеев. Этого перепуганного человека арестовали в той же больнице, куда доставили спасенных рабынь. Он лежал там с прободной язвой. Эти документы, как и видеозаписи тех лет, еще не демонстрировались на телевидении в полном объеме. Вначале была тайна следствия. Потом гриф совершенно секретно. Вот они, первоначальные показания участников той драмы. Арестованных Комина, Михеева, и спасенных из заточения Татьяны Мельниковой и Татьяны Козиковой. На этих страницах боль и ужас, слезы и кровь. Оказалось, ранее судимый Комин еще в колонии услышал от своего соседа весьма заманчивую историю. Уголовник поведал, как в 70-х годах держал в рабстве безвольных женщин. Александр Комин загорелся идеей. И начал копать под гаражом огромный бункер. Но одному было не под силу. И тогда к строительным работам он привлекает своего знакомого Михеева. Якобы для сооружения тайного огорода. Мы приехали в исправительную колонию, где вот уже 16 лет отбывает срок за крепкими решетками и колючей проволокой. Александр Михеев, убийца и пособник садиста Комина. Мне удалось встретиться с ним. Как выяснилось, Михеев в мельчайших деталях помнит, как его уговаривал Комин. Например, вот так он объясняет, почему строительство подземной теплицы должно быть тайным. Братки, говорит, подъедут. Ты тогда будешь вообще только на них работать. Поэтому я предлагаю тихо, никому не рассказывая даже дома, вот здесь, говорит, выкопать. За год, два, говорит, за два-три года мы, говорит, с тобой это сделаем по выходным. К 1995 году бункер был готов. Портной Комин к тому времени уже понял. Ему нужны женщины, рабыни, которые будут шить, шить и шить. То, что пользуется массовым спросом. Трусы, халаты. И теплица, и темница здесь была. Я говорю, ты знаешь, ты мне тут песню поешь, что столько вложено, столько труда. Говорит, а ты никуда не денешься, и будешь мне помогать. Побывший на зоне Комин пригрозил товарищу расправиться с его женой и детьми. Комин решил искать женщин прямо на улице. Так в его сети попала Вера Толпаева. Вере предложили выпить в гараже. А потом, когда уснула, ее погрузили в коробку из-под телевизора. И при помощи лебедки спустили в подземелье. Вере Толпаевой купили швейную машинку, ткани, только работы. Но тут выяснилось, она никогда не держала в руках даже иголки. Она не шить, ничего не умела играть, я вообще ничего не умею шить. Я по профессии портной, закройщик. Я старался научить, но она... Вообще... Если ее обучать, ей, наверное, нужны затраты такие, что... Год-два. Бункер простаивал. И тут рабовладелец зацепился за идею, которую предложила сама Толпаева. У нее, говорит, есть подруга детства. И она очень хорошо шьет. Давайте, говорит, ее ко мне. Со слов Толпаевой, Таня была отличной швеей. Мельникову немедленно разыскали. Однако выяснилось, ее сожитель Николай Малык. По удивительному совпадению, когда-то с ним в колонии сидел и сам Комин. Тем не менее, Мельникову и Малых пригласили на застолье в гараж. Водку Комин подмешал снотворное. И очень быстро оба гостя уснули. Татьяну спустили в бункер в коробке из-под телевизора. Но что же делать с Малых? Спящего Николая Малых Комин и Михеев вытащили на мороз и раздели. Он еще дышал, на нем уже снег не таял. Я говорю, пойдем, он все равно уже замерзл. Сиди и жди. Но почему Комин оставил мужчину голым? Оказывается, чтобы имитировать несчастный случай. Бывает такая странная реакция, что человек начинает обнажаться, человек становится жарко, когда человек замерзает. О том, что в таких ситуациях человек перед смертью может раздеться сам, он вычитал в любимом учебнике. Учебник называется судебная медицина. Судебная медицина. То есть это фактически была настольная книга, которую мы изъяли. Здесь можно узнать о признаках удушения жертвы. Как сказывается на потерпевшем то или иное ножевое ранение? Как определить, что человек погиб в результате утопления? Александр Комин с успехом использовал раздел о наступлении смерти от холода. Впрочем, помечал и другие страницы. Скоро он применит эти знания. В Вятских полянах Кировской области обнаружили четверых погибших. Неизвестный убийца выбрасывал жертвы на окраине городка. А через два года в милицию обратилась Ирина Ганюшкина. Она заявила, что чудом вырвалась из подземного бункера, где содержатся рабы. Хозяин тайной швейной фабрики Александр Комин. Ему помогает запуганный Александр Михеев. Видеокассета формата ВХС. Сегодня такую уже не купишь. Прошли те времена. На этих пленках вся правда о тех событиях. Снято по горячим следам, что называется с колес. Но только сегодня мы можем показать эти кадры без купюр. Посмотрите, в этом человеке нет ничего необычного. Скорее, Комин напоминает представителя трудовой интеллигенции. Неужели он на самом деле собирался содержать рабынь в тайном бункере вечно? Татьяна Мельникова оправдала надежды Комина. Он испытал неописуемое счастье, когда сбыл на местном рынке первую партию трусов и халат. Она шила хорошо. Быстро. Все, что не давала Ина, дело качественно. Но аппетит рабовладельца возрастал. Вера перебрала в памяти всех знакомых и дала рекомендацию. Татьяна Козикова. Тоже хорошая швея. Дальше по отработанной схеме. Предложение выпить, снотворное, коробка из-под телевизора, бункер. И очень много работы. А норму он давал невероятные. Это вот кто сейчас кому рассказать, да это никто им в это не поверит никогда, что столько можно сшить и сделать. Это невозможно. Он пришел днем, принес материал, сказал 32 халата, чтобы к утру были готовы. Женщины работали по 16 часов в сутки. Осторожное сочувствие выказывал лишь Михеев. Некое проявление сострадания, если можно об этом говорить, это уже упоминал, вот эти же картофельные очистки. Запомнил, что он какие-то вырезанные открытки, там, 8 марта. Приносил его без текста, но хоть как-то пытался. А Комин никакой благодарности к работницам не испытывал. Напротив, еще и регулярно насиловал. И мечтал, как было бы хорошо, если бы рожденные под землей дети не видели в своей жизни ничего, кроме бункера. Со временем из них получились бы отличные швеи. Но никто почему-то не беременел. И тогда Комин решил искусственно осеменить рабы. Набирание сперми в шприц, опять же, возлагание ее на этот стол, с подниманием таза, ну, все достаточно грамотно. Как ни странно, бурной подземной деятельности Комина никто не замечал. Несмотря на то, что садист ходил в гараж ежедневно, как на работу, в проливной дождь и метель. У меня вот 234-я, а у него 198-я. Ну, вообще, вот мимо проходишь. Саш, привет, привет, все. Никаких проблем. Электриком у нас еще подрабатывал на полставки. Нормально был, вполне мужик. Олег Филиппов. В 97-м году сосед Александра Комина по гаражу. Тем временем, неумеха Вера Толпаева предложила Комину. А давай я займусь выращиванием грибов. Но сам рыть новый отсек в бункере Комин уже не хотел. Для тяжелой работы он присмотрел на вокзале пьющего, но еще крепкого мужичка. Евгений Шишов, 37 лет. Время от времени подрабатывал грузчиком. По образованию электрик. Но вот что удивительно, Шишову спустили в бункер в бессознательном состоянии. На следующий день, как только Комин узнал, что новый узник – электрик, он почему-то пришел в бешенство и усиленно начал изучать любимую книгу «Судебная медицина». Рабыни уже знали, после чтения этой книги кто-то обязательно умрет. Руки и ноги Евгения Шишова он обвязал оголенными проводами. Привести в действие самодельный электрический стул должны были сразу две рабыни. Вклинили в этот провод еще второй включатель, чтобы была задействована Мельникова тоже. Евгений Шишов сгорел за считанные секунды. После убийства Комин позволил Вере Толпаевой выйти на свободу, ведь теперь она была соучастницей расправы. Рабыня поспешила бежать в другой город. В тот день Комин спустился в бункер в хорошем настроении. Он никак не ожидал бунта. Они распределили ролик, кто из них что будет делать. Одна схватила сковородка, нанесла удар по голове, вторая схватила за ногу. Но как только Татьяна Мельникова попыталась подняться по лестнице, ее ударило током. Оказалось, лестница под напряжением. Так вот, почему Комин так испугался электрика Шишова. Ведь тот мог отключить напряжение с лестницы и тем самым подписал себе смертный приговор. Наказание за бунт было жестоким. Вверху степен мне бил, что он сам был весь в крови, брызгой кровью, кожа лопалась. Потом мне выворачивал голову. Потом он взял свечку, свечек поджигал мои руки. Но и с биениями дело не ограничилось. Мельниковой и Козиковой Комин сделал на лбу татуировку «раб». Отныне рабы не сидели на цепях. Ни сексуальное насилие, ни эксперименты по искусственному оплодотворению не приводили к беременности. И тогда он снова вышел на охоту. Заманил опять с вокзала симпатичную молодую Татьяну Назимову. Это была уже третья Татьяна. Недолго думая, Комин решил ее переименовать в Оксану. Увы, Оксана оказалась психически больной, со слабым здоровьем. Через несколько месяцев пребывания в подземелье она напоминала живой скелет и больше не возбуждала хозяина. Остальные рабыни пытались уговорить хозяина не убивать Оксану. Она даже не понимала, где она находится. Она все думала, в ком-то кружке занимается. Ну ты вышла, тебе подойдут, спросят, где ты, Оксана, была столько времени? А я скажу, что в кружке занималась, у Александра Николаевича. А у какого? А у Комина. Комин с любопытством присмотрелся к главе «Отравление» в любимом учебнике. Он заходит, Олега, здорово, здорово. У тебя, слушай, кислоты нету. Он, наверное, этих троил, зараза. Я говорю, как нету? Есть? Чего? Говорит, так вон надо аккумулятор добавить, кислоты. Татьяну Назимову нашли мертвые на следующий день. Татьяну усердно шили. О свободе больше не помышляли. Как вдруг сверху спустилась коробка из-под телевизора. Из нее вышла очередная рабыня. Ирина Ганюшкина. Увидела эти картинки там. Голые женщины. И он меня просил рисовать. Потом занимался со мной. Сукцем. Рабовладелец по-настоящему влюбился в Ирину. Через месяц купил ей свадебное платье и выпустил на свободу. Он полагал, Ганюшкина пойдет с ним в ЗАГС. И даже сделал почти семейное фото. Вот он вместе с Ириной и ее ребенком от первого брака. Дочку Ганюшкиной обещал воспитывать как родную. Но как только появилась возможность, Ирина побежала в милицию. Рабынь после двухлетнего заточения наконец освободили. Александр Комин прекрасно понимал. За четыре убийства и тайный бункер с рабами ему грозит пожизненное наказание. Он старался изо всех сил отсрочить судебные заседания. И даже выдумал пятое убийство. Вот неизвестные кадры. Только вы меня зацепите, я чтобы все показал. Ну тогда я отказываюсь показывать. И больше никуда не поедем. Вы что, мы тебя убегу, что ли? Уже тогда возникло предположение. Комин хотел прыгнуть в реку застегнутыми наручниками. И погибнуть в объективе камеры следователя. Мы и так понимали, что никаких преступлений не было. Но ему хотелось смерти. Ему хотелось смерти, вот этой публичной смерти. Вскоре состоялся суд. Комина действительно приговорили к пожизненному лишению свободы. И тут Комину в последний раз пригодилась любимая книга «Судебная медицина». Делая вид, что ежица под одеялом, он вскрыл себе паховую вену. Да, в самообладании и определенном мужестве этому садисту не откажешь. Александра Комина похоронили в том же 97-м. А вот его подельнику Михееву осталось сидеть всего 4 года. Вот это у нас КПП-2. Здесь мы заходим на работу. Все эти годы Михеев примерно работает за станком. Очень хороший станок вертикальный. Есть еще насадки на него. Работаем здесь вот. Да, Михеев всего лишь исполнял приказы своего начальника Комина. И ни разу не ослушался. Но ведь всего лишь один звонок в милицию. И не было бы никакого издевательства над женщинами в течение двух лет. Можно ли считать, что он искупил вину? Я хотел извиниться. Ну, а что толку? Моего изменения. И действительно, запоздало извинение уже ни к чему. Ну, а что же случилось с бывшими рабынями? Татьяна Мельникова скончается в 2004 году. Она будет переходить дорогу. И невероятно, именно в этот момент ее измученное сердце внезапно остановится. Она умрет до приезда скорой прямо на перекрестке. Татьяна Козикова, напротив, будет отчаянно бороться за новую жизнь. Напишет письмо самому Иосифу Кобзону с просьбой о помощи. И Кобзон откликнется. Вышлет деньги на пластические операции. Они потребуются, чтобы устранить позорную наколку с лица. Кобзону писала. Ой, башковито было. Девка-то. Вот два раза ездила. Немножко эти, вот тут слезы. И здесь-то немножко... Ну, а тут-то не так. Еще бы надо ехать. Не поехала. Татьяна даже собиралась написать книгу о заточении в бункере. Но не успела. В феврале 2005 года ее обнаружили в подъезде испуганные соседи. Мертвые. Причина смерти – сердечная недостаточность. И сегодня для бабушки единственное утешение – внучка. Внучка, вот она, девочка стоит, ее дочка. Она замуж пришла? Да. Этот. Приезжала вот она прошлый год. А что же Ирина Ганюшкина? Она жива. Мы нашли ее с большим трудом. В чьей-то квартире. Ирина, скажите, а вы сейчас... Вы не работаете? Нет, я не работаю. Не работаю. Работаете? Нет, я из-за этого не могу никуда устроить записи. Первый же вопрос о комине повергает женщину в неописуемый ужас. Тебе совсем плохо, да? Тяжело это все вспоминать? Возможно, у кого-то эта женщина вызывает сострадание. Кому-то, напротив, смотреть на нее неприятно. Но подумайте, она пережила настоящий ад. И, кажется, до сих пор не может из него выбраться. Как будто рабовладелец Комин все еще преследует ее. Того и гляди, посадит на цепь и прикажет шить трусы. И это спустя 16 лет. Мы долго искали могилу рабовладельца Александра Комина. По слухам, длительное время на нее кто-то приносил цветы и даже детские игрушки. Интересно, кто бы это мог быть? Но найти захоронение Комина нам так и не удалось. Говорят, сначала его могилу истоптали, затем вырвали крест, а потом кто-то вогнал в гроб осиновый кол. В надежде на то, что навядчине больше таких изверглов не будет никогда. Так или иначе, в этой истории наконец была поставлена точка.